Дом культуры Московского коксогазового завода открылся 1 июня 1955 года. Первым его руководителем стал Давид Абрамович Корхин. В 2008 году Дом культуры передали в муниципалитет, и он был переименован в районный центр культуры и досуга. Но по-прежнему всеместные жители называют его Дом культуры или просто ДК. Здесь проходят фестивали, концертные и танцевальные программы, спектакли для детей и взрослых, праздники, в них школьных каникул, выставки, презентации книг, литературные форумы и спортивные турниры. Вот уже 25 лет Ларисы Гелес – директор районного центра культуры и досуга. Сразу после окончания института она пришла работать руководителем кружка в свой родной Дом культуры, где провела детство, занималась во всех секциях. Когда люди отдыхают, мы работаем, обеспечиваем досуг, праздники все. Что при развале цивилизации остается? Остаются памятники культуры. Поэтому культуре надо большое внимание уделять. И понимать, что мы занимаемся немаловажной вещью, мы сеем эти зерна культуры в наши юные души, и они прорастут добром, потому что они здесь получают эстетическое какое-то воспитание. Мы же не только досуг пляшем и танцуем, но мы же работаем. Уже 10 лет на базе Дома культуры работает танцевально-спортивный центр «Звездный вальс» под руководством Игоря Турукина. Наш танцевальный клуб «Звездный вальс» считается одним из самых результативных клубов Московской области. И одним из самых массовых. Вот, например, у нас в мае месяце в нашем дворце спорта «Видное» мы на протяжении 5 лет подряд проводим открытое первенство Ленинского района при помощи, при поддержке администрации. У нас уже будет шестое открытое первенство, где собирается вся Россия, мы приглашаем судей, очень профессиональные пары, показательные выступления, вообще все красиво. У нас уже, да, есть вот дети, которые у нас, у меня им было лет по 7-8, они маленькие были, сейчас они выросли, танцуют уже в высоком классе. Ну и уже сами помогают, уже тренируют младшее поколение, потому что у нас студия большая, у нас дети занимаются от 4 лет, и есть взрослая группа, которым 50-60 лет, парочки ходят, тоже для себя танцуют. Также в центре открыты секции и образовательные направленности. Очень популярен кружок изучения английского языка. С каждым годом число желающих только прибавляется. Театр-студия «Маска» существует 9 лет. Свои постановки они показывали на разных площадках города. 27 марта актеры представят на сцене Дома культуры свой новый спектакль. Примерный показ, спектакль по славянским сказкам, преданиям, этнический спектакль называется, он «Небо-краюшка». Спектакль – это с комарошина, с привлечением, вовлечением в действие зрительного зала, песнями, танцами и так далее. 25 марта – особенный мартовский день. Он ощущается повсюду, ведь сегодня торжество людей, возвышенных, интеллигентных, мудрых и невероятно интересных. День работников культуры России. Хотелось бы творческих успехов пожелать коллегам, здоровья. Ну, чтобы зарплата тоже немаловажная для творчества росла. Талантливых и послушных учеников. Ну, самое главное – здоровье и, наверное, терпение. Ну, и у нас всё получится.